А теперь о спорте. Игра восьмого тура первенства России среди команд третьего дивизиона прошла на стадионе Торпеда. Наши футболисты из клуба Люберцы встретились с командой Сергиева Посада и выиграли со счетом 5-0. Как это было, расскажет Катерина Скрижалина. Дождь и ветер не помешали люберецким футболистам в рамках восьмого тура чемпионата России среди команд третьего дивизиона разгромить соперников из Сергиева Посада. Итоговый счет 5-0 в пользу футбольного клуба Люберцы. Ребята играют процентов на восемь с Люберецки, это наши. И в том сезоне мы старались держать именно процентный состав, чтобы наших было больше, чтобы наши жители ходили и болели именно за своих спортсменов. Старт игры дал заместитель руководителя администрации Люберецкого района Кирилл Тимошков. Мы находимся на территории городского округа Люберцы, а Люберцы это самый спортивный город в мире. Поэтому я уверен, что боевой настрой наших ребят обязательно переложится на ту игру, которую мы с вами увидим. И я думаю, что победа будет заслуженным подарком всем нашим болельщикам. Матч проходил на стадионе «Торпеда» в Люберцах. С самого начала игры Люберецкая команда громила оборону противника. Гол не заставил себя долго ждать 1-0. В этом году перенство проходит, на мой взгляд, исключительно интересно, потому что примерно, на мой взгляд, 8-10 команд вообще равные по классу. Перенство, я считаю, только началось. И говорить о том, у какой команды больше шансов выиграть в этом году перенство сложно говорить. До этого матча команда Сергеева-Посада занимала третью строчку в турнирной таблице. Однако за 8 минут игры люберецкие футболисты сумели забить противнику сразу 4 мяча. Благодаря этой победе футбольный клуб Люберцы поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Следующую игру люберецкая команда проведет в Обнинске против ФК «Квант». Спортсмены рассчитывают только на победу. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.